2020 год обещает быть поистине жарким для любителей ММА. В этом видео мы с вами пройдемся по самым ожидаемым поединкам. Начинается год с возвращения Конора МакГрегора. Разве это не является отличным началом? Турнир UFC 246 состоится 18 января 2020 года. Тут не нужно лишней рекламы, ведь все билеты проданы всего лишь за 3 минуты. Конор, как всегда, самоуверен и заявляет, что даже больным сможет победить американца. Официальный доход ирландца составит 5 миллионов долларов, но благодаря рекламе и продажам от трансляций МакГрегор, по его словам, заработает еще 75 миллионов долларов. Соперник Конора тоже далеко не хер с горы. Дональд Сирона является рекордсменом UFC по количеству побед, досрочных побед, нокдаунов и турнирных бонусов. Думаю, по этой статистике все становится понятно, если кто не в курсе, кто такой ковбой Дональд Сирона. Ну а кто следит за ММА, в частности за обоими бойцами, прекрасно понимает, что нас ждет умопомрачительный бой. Но фаворитом, по мнению большинства букмейкеров, является дерзкий ирландец. Он хорошо разговаривает на камеру, но за кулисами он ничего такого не делает. Конечно, для него это только хорошо, он продает свои бои. Но в легком весе ему не сдобровать. В этой весовой его уничтожат. С кем я хочу подраться? Да мне все равно. Все равно. Но мне уже назвали несколько интересных вариантов. В легком весе? Да, в легком. Я очень жду свой следующий бой. Я в предвкушении объявления боя. Вам всем понравится? Вы все такие? Мне кажется, что есть смысл проводить бой Конора и Дональда Сирона. Тут вот в чем дело. Любой боец хочет вызвать на бой Конора. Но у Конора и ковбоя уже были скандалы, зафиксированные на камеру. Конор не сможет выступать в легком весе. Он слишком мелкий для этого дивизиона. Здесь ему быстро надерут задницу. Вы слишком медленны и слишком неповоротливы. Я буду ломать вас напополам. Вот что произойдет. Конор Макгрегор против Дональда Сирона. Этот заголовок сработает. Как ни крути, но Конор Макгрегор привлек внимание к этому спорту. На пресс-конференции мне прям хотелось ему втащить. Мне хотелось взять его за шкирки и сказать, ну все, сучонок, ты доигрался. Но его трэш-токинг на высочайшем уровне. Он лучший в этом деле. Извините за опоздание, просто мне так похуй. После этого боя структура его лица изменится. Ты скажешь своей жене, детка, мы богаты. Конор Макгрегор согласился со мной драться. Вот мое местоположение. Я прямо перед тобой. Сделай с этим что-то. Сделай. Да-да, ты ни черта мне не сделаешь. Этот микрофон работает. Значит, нахрен этот микрофон. Закрой свой рот. Ты ни хрена мне не сделаешь. Ни хрена. Давай, сваливай отсюда. Одевай красные трусики. Мы богаты, детка. Ты фальшивая, лживая крыса. Ну и что ты сделаешь? Что ты теперь сделаешь? Что ты сделаешь? Я это самый денежный бой для любого дивизиона. Так что закройте свои рты. Он лучший трэш-токер в истории боевых искусств. Да. Самая главная фишка ковбоя заключается в том, что он выглядит как весельчак. Постоянно тусуются, вечеринки и все такое. Прыжки с самолета, активный отдых. Поэтому люди считают, что он просто отбитый. Но кроме этого, он офигенный боец с крутейшими навыками. Это многие недооценивают. Естественно, адреналин срывает ему крышу. Но навыки у него то, что нужно. У меня наибольшее количество побед в UFC. И наибольшее количество досрочных остановок. 26 января состоится UFC Fight Night 166. Пройдут как минимум два поединка, заслуживающие вашего внимания. Это бой Рафаэля Досаниса и Майкла Киесы. А также в главном событии вечера встретятся Джуниор Дос Сантос и Кертис Блейдс. 8 февраля пройдет турнир UFC 247, где встретятся Валентина Шевченко и Кэтлин Чукагян. Титульный бой за звание чемпионки мира на легчайшем весе. Пушинки до 56 кг проводят очень динамичные бои. Порхаются предударами резкими лоу-киками. Защищая титул чемпионки Валентина Шевченко против американки Кэтлин Чукагян, которую сама Валентина сравнила с Холли Холм. Возглавляет Джекард Джон Джонс и Доминик Рейс. Многие эксперты предрекают поясу смену владельца, так как из представленных соперников рейс самый опасный. 22 февраля в Лас-Вегасе ДНТ Уайлдеру предстоит матч-реванш с Тайсоном Фьюри. Первый поединок с которым в декабре 2018 года завершился в ничью. 8 марта состоится ивент UFC 248. В Комейн-Ивенте встретится бывший чемпион Роберт Уитакер и набирающий обороты Джаред Канунир. В главном событии вечера столкнутся первая чемпионка UFC из Китая Вэйли Жанг и бывшая чемпионка Юана Янджейчик. 15 марта пройдет Fight Night в Бразилии, где выступит много наших ребят. Особо хочется отметить два боя. Первый это бой Алексея Кунченко и Элизео Досантоса. Алексей идет с рекордом 21, уступив в своем последнем бою решением Гилберту Бернсу. Второй поединок это бой Никиты Крылова и Джонни Уолкера. Серьезный вызов для Никиты, так как Уолкер набирал обороты и был одним из главных проспектов 2019 года, но из-за смены лагеря в последнем бою он проиграл. 21 марта в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night, где в главном бою вечера сойдутся Тайрон Вудли и Леон Эдвардс. Интересно будет посмотреть, как покажет себя бывший чемпион после поражения Камару Усману. 28 марта состоится бой Грозы тяжелого веса Фрэнсиса Нгану против Жаурзиньо Розенстрайка. Готовимся к очередному полету в космос. Бой пройдет в рамках турнира UFC Fight Night. Также именно в этом карте состоится бой Коди Гарбранта и Рафаэля Асунцао. Посмотрим, пойдет ли Коди опять в размен. 3 апреля состоится бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова на ACA 107. 18 апреля на UFC 249 состоится проклятый бой, которого ждут все замиратели. Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Один из величайших чемпионов всех времен. Неоспоримый король легкого веса. Хабиб! Орел! Нурмагомедов! Мы показали, чем на самом деле является ММА. На первом месте здесь уважение. Это интересный бой, и мне кажется, Хабиб побьет его. Опять же, все зависит от многих обстоятельств. Одержать победу может любой. К тому же Тони превосходный боец. Он очень жесткий, но все же я выберу Хабиба. Я достану тебя! Хабиб, не сомневайся, я сделаю это! Я надеру тебе задницу в любое время! Тони — это зверь. И он прекрасно дерется из положения лежа. С таким соперником ты явно не отдохнешь. Он может нокаутировать тебя. Он никогда не останавливается. Определенно, дата боя будет подбираться на твоих условиях. Но как ты думаешь, следующим будет Тони? Решать будет UFC. Но мне кажется, да. Тони заслуживает этого. Он следующий в списке. И это будет крутой бой. Тони Фергюсон — это новые технологии смешанных единоборств. Эль Кукуй совершенствуется в реальном времени. Если вы говорите о том, что Фергюсон доставит проблемы Хабибу, то вы правы. Жду не дождусь, когда мой кулак встретится с твоей мордой. Я нокаутирую тебя. Вырублю. Погнали! Я горжусь вами. Спасибо, ребята. Толпа здесь крутейшая. Если рассуждать философски, он не сопротивляется, потому что у него нет слабостей. Меня никогда не бросали. А бойцы, которые пытались это сделать, теряли очки из-за неудачных действий. И если у Хабиба не получится сделать тейкдаун, это сломает его ментально. Его можно будет вынести уже во втором раунде. Хабиб тренируется. Он в прекрасной форме. Он готов. Вы видели, что он сделал с Дастином Парье. Он уничтожил его. Хабиб — это не человек. Раньше мы не видели ничего подобного. И я не думаю, что мы увидим что-то такое в будущем. Сейчас Хабиб готов побить кого угодно. На текущий момент Хабиба уже можно назвать самым жестким бойцом, которого я когда-либо видел. Этот спорт — это не только трэш-токинг. Именно это мы показали с Дастином Парье и его командой. Как вы думаете, Тони Фергюсон заслуживает титульный бой? Да, конечно. На все сто процентов. Мне кажется, это будет прекрасный бой. Я его обязательно посмотрю. С одной стороны у нас непобежденный Хабиб Нурмагаледов, готовый вступить в любой бой ради защиты своего титула. Как только он прижмет тебя к сетке, тебе конец. Это совершенно другой уровень борьбы. Сейчас он номер один в своем весе. Он ни разу не проигрывал. За всю свою карьеру он не проиграл ни единого раунда. И у него не было особых проблем в октагоне. Мы поговорили про официально анонсированные поединки. А теперь разберем те бои, которые, скорее всего, произойдут, но пока не получили официального подтверждения. После успешного реванша и возврата титулов, Энтони Джошуа предстоит сразиться с Александром Усиком, который просто ворвался в супертяжелый вес. И имеет все шансы стать чемпионом и там. И он не может быть виноватым. Если Джон Джонс в очередной раз защитит титул, то вполне возможно мы увидим супер бой с Фрэнсисом Нгану. Или, что более вероятно, с Израэлем Адесаней. Пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в углу напротив Джона Джонса. Также вполне возможен бой Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля. Ничто не продается лучше, чем история вражды бывших друзей. Я бы с радостью побился с Масвидалем, но вот что я скажу. Победа, поражение или ничья для Масвидаля в эти выходные. Мы окажемся с ним в клетке, где я побью его, чтобы не отправиться в тюрьму. Потому что он сказал некоторые вещи в мире, за которые придется ответить. Если честно, мы не особо в курсе, что у вас там происходит с Колби Ковингтоном. Но его поведение сильно напоминает поведение про-рестлеров. Сейчас мы хотим проиграть тебе небольшой отрезок из его последнего интервью. И хотим увидеть твою реакцию. В этом отрезке он говорит о тебе. Слушай, Хорхе беспокоится только о себе. Он эгоист. Этого парня вообще не беспокоят окружающие. Ему поебать даже на тех людей, которые для него что-то сделали. И я не собираюсь ничего делать для этого парня. Я не хочу, чтобы моя помощь была забыта. Сейчас я круче, чем он. Зарабатываю больше денег. Трахаю больше девочек. Моя жизнь лучше, чем у него. А он просто завистливая сучка. Это отрезок из шоу Ариэля Хельвани. Ты слышал его раньше? Нет, полную версию я не видел, но я видел отрезки. Мне их скидывали мои друзья. Также в сообщениях мне скидывали цитаты из этого интервью. И, кстати, я слышал отрезок, который следует до того, который вы мне проиграли. И там он говорит об эгоизме в спорте. Он говорил о том, что у него нет друзей, поэтому он включает трэш-токинг против Дастина Парье, с которым занимался в одном зале. Еще я слышал, что ты говорил о том, что все, что он сказал, это нормально, потому что это индивидуальный спорт. Но это не так. Он киданул моего тренера. Когда Колби готовился к своему титульнику, это был наш общий тренер. После своего боя он одолжил у тренера некую сумму денег и не вернул ее. Я сказал, что надеру ему зад за эту хрень. Но тренер сказал, что прощает ему долги. После этого я больше не общаюсь с этим парнем. Даже не знаю, сколько времени прошло. Наверное, почти год. Имеем то, что имеем. Все слова, которые он говорит, будут иметь последствия. Этот пацан спал на диване в моем доме. Еще в те времена, когда у него не было денег. В те времена, когда он выступал в любителях. Обидно то, что он говорит все это у меня за спиной. Обидно, что он использует Facebook и Twitter для того, чтобы как-то меня зацепить. Он не может сказать мне это в лицо. Это уже случилось. И не забывайте, что я из Майами. Я себя в обиду не дам. Если мы с этим придурком зайдем в один зал, то все увидят, кто из нас выйдет через задний ход. Так что, ребята, можете делать ставки. Так что же все-таки произошло? Потому что раньше между вами все было в порядке, верно? Я же сказал, мы перестали общаться после того, как он кинул нашего тренера. Я с ним не говорил с тех пор. Он злится из-за того, что людям пофигу на его бои. Большинство людей просто хотят увидеть, как ему надерут задницу. Он всегда хотел привлечь к себе внимание. Он говорил о том, что хочет создать образ. И если он это сделает, он станет интересен людям. Но большинство людей его хейтят. Да, он стал получать некую поддержку. Но это совсем не то, чего он ожидал. Я не понимаю его поведение. Потому что все, что он делает, большинству людей просто пофигу на это. Но он старается добиться большего внимания. Он действует по принципу Чейла Сонена. Да, верно, он хочет привлечь к себе внимание. С помощью этого он продает бои. Я не думаю, что это работает. Потому что последний карт, на котором он выступал, показал самые низкие показатели. Я, конечно, не математик, не могу все рассчитать. Но, кажется, его схема не очень хорошо работает. Да, цифры говорят об обратном. Еще он сказал, что с его помощью ты становишься более знаменитым. Нет, все как раз-таки совсем наоборот. Это мы сделали его знаменитым. Я серьезно говорю. Никто не знал об этом парне. Особенно мои ребята в Майами. Они спрашивали меня, кто это вообще такой. Бой Дастина Парье и Нейта Диаса также вполне может состояться в этом году. Ислам Махачев и Кевин Ли давно вызывают друг друга на бой. Так что, вполне вероятно, этот бой состоится именно в 2020 году. И напоследок ожидаемый бой в 2020, который, как и многие представленные ранее, должен был состояться. Это бой Яира Родригеса и забита Магомед Шарипова. Продолжение следует... Ссылочки также в описании.